приветствуем вас друзья мы рассказываем о тех событиях место которым новинках сегодня в выпуске в россии кинули дедов в самом прямом смысле россияне считают что им все завидуют они завидуют нашей дружбе со всеми странами победа беси и в россии а победная эротика даже бабу галю с дедом гриши не оставили равнодушным тут колола молот тут колола серп опустился нынче под колени герб лукашенко органично смотрелся на фоне венка борьба против моли и таракан просто надо вовремя прихлопнуть в своем обращении путин поздравил украинцев с днем победы в ответ на это советник президента украины михаил подоляк отметил что украина должна посодействовать изгнанию дьявола из россии украина теперь имеет важную психиатрическую миссию провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян что-то вроде того что в старину называли экзорцизмом изгнанием дьявола а в самой россии в это время кинули дедов в самом прямом смысле прошли с их портретами на параде и выкинули их на свалку осталось только выкинуть на свалку истории саму страну с их расистской идеологии а тем временем лозунг спасибо деду за победу брал новый смысл для украинцев именно 9 мая джо байден подписал закон о ленд-лизе это второй подобный акт в истории первый раз это произошло в годы второй мировой войны когда американская военная помощь оказываемая союзником помогла разгромить нацистскую германию украине ленд-лиз поможет а вот россии и мобилис уже нет это уже признали и пропагандоны нет ни резерва не пилотов не летного состава не самолетов поэтому мобилизация в этом плане мало что дает но если мы сегодня ночью прикажем строить новые корабли когда мы получим первый через два года вот так обстоит дело с мобилизацией короче ситуация как с русским военным кораблем настроение бодрое идем ко дну но россияне почему-то уверены что вокруг им все завидуют это показывают опросы на улицах российских городов завидуют нашей силе и непобедимости во всем за все и нашей душе русской потому что такой душе нет на западе у них все зачесано на деньги еще как еще как завидуют потому что нет такой в мире страны которую бы нам не завидовали другие остальные страны особенно впечатляет ответ про дружбу даже очень завидуют они завидуют нашей дружбе со всеми странами они завидуют что мы много делаем для других понимаете мы помогаем всему миру но почему-то кажется что это россияне завидуют всем соседям и всячески стараются им нагадить вот и в мультфильм называется злые дни название точно подходит к русским оккупантам в этом году на россию и беларусь обрушился шквал победобещия оно дошло даже до детских садов командир танкистов датаева рима салиховна детей уже самых малых лет готовят быть пушечным мясом танкистами воздушный парад возглавляет группа из четырех самолетов составе летчиков подготовительной группы капелька ведущий группы старший летчик испытатель серякова кристина андреевна а вот увидев этот парад запад должен долго содрогаться не столько от страха сколько от смеха а вот и еще одна покорительница запада россия считает себя влюстительницей традиционных ценностей и хранительницей скреп но в этом году день победы более напоминал эротическое шоу чем празднование военной победы что тут скажешь пилотки надели на голову пилотки интересно что было бы если пихи правда на фронт перед солдатами отправить выступать счастье что настоящие участники войны уже не видят как глумятся над их память и серб и молот как раз на нужном месте поместили думаю их кумир товаре сталин за это бы к стенке поставил кстати про сталина вспоминается такой анекдот собрался наконец путин умирать и звонит на тот свет сталина узнать что там и как ну тут говорит что находится как и положено в одну но там не так и страшно жить можно всего хватает но будешь к нам собираться захвати нож с вилкой как у вас всего хватает а ножей с вилками нет да полно их здесь но когда гитлер дежурным по столовой заступает то он всех на заставляет серпом и молотом есть а тут колорадская ленточка находится как раз самом нужном месте или девушка хочет этим показать что ждет российскую армию в украине день победы с эротическими фотками не оставила равнодушными даже баба галю седом гриши сидя за праздничным столом они тоже это обсуждают уху ну дыка что ж ты гришка мышь со святом надо выпить за 9 мая ага ну годовой ну день победы это шабе кап обязательный чарка шкварка давай наливай надо ж выпить вот ну ты уже гадах и шапку николиня сдымишь ты як жит уже за столом и кай голова с учетом это самое не простудив дык холода не добра цыбуллинка вон ляжет еще як надо быть ну как не хворить ну давай за день победы давай за день победы гришка за бачку за нашего вот копня и он и так и еще было бы война была так только за бачку давай за день победы ну добрая слухая этого закусы закусывать я что шведа сейчас пеша и закусываю слухай я это поглядела по телевизору а я красиво и это детки идуть в этой неде видела танки парабе уши гэдак во на параде неким там дети в россии эти у нас не ведаю иду детки гадки у формах у самолетах у танках я уже старает у думаю я пошла гришка ну самолет это танк бы на ней не я киню зя вурлоп на себя бе а лишь думаю гимнастерку пнадела пилотку пнадела гату ленту готовая к это колорадскую готов повесила пп шла не злайшла не дзяту гимнастерку ну а на халярит обитая гимнастерка я вот дедут мне тут каменник присылал войких этих там ну кулы дзевки вот ай згинь ты пропади ай ай гришка ну так что ж ты показываешь мне дзевок ну прысток не менее шужу все шкура обвишу ну куды я готов ленту себе прасобачу цитам цитую звязду айс мя есет эти што ай не гришка гэта жужо срам гэтки не слухай я вогатого про гэта сочинили сочинила стихотворение про гэта слухай помню руки ленина сталина глаза войну и революцию позабыть нельзя тут колола молот тут колола серп опустився нынче под колени герб в беларуси тоже по всей стране прошла волна агротреша и победобесия гомельская область здесь не только не отстала а была впереди всей страны такие вот тематические подворье организовали в ветке правда до настоящей войны им как до луны хотя рядом в украине идет самая настоящая жестокая война ветки показали войну как развлекательную прогулку общество готовит к тому что война это что-то обыденное нормальное в россии вот уже подготовили само слово подворье пришло к нам из россии последнее время беларуси на разных официальных мероприятиях стало модно организовывать разные подворья потом руководители с важным видом делают их обход подчиненные всячески их ублажают а после обхода праздник уже начинается для самих участников подворье такие сейчас беларуси праздник а главный организатор агротреша 9 мая пугал всех соседей досталось тут и западным послан я что-то не вижу всех западных послов здесь где где вы почему не пришли помолиться и покаяться даже защитники животных попали под раздачу и где же вы защитники природы что же вы заглохли почему вы не едете туда спасать животных которые реками жили и не видели границ где вы вы лицемерие и мерзавцы лукашенко заботимся животными а в беларуси уже делают колбасу из мяса зубров ну и как же без угроз польши которые строят этот забор на границе угрозы полякам стали уже традиции у лукашенко пусть попробую знаете мы тут рога обламывали не таким поэтому если они хотят попробовать пожалуйста нас это тоже и меня настораживает было три тысячи человек сегодня подтянули в польшу и литву холуям этим 32 тысячи говорят уже под 40 тысяч хотя надо отметить что на фоне венка он смотрел все очень органично тут как говорится без комментариев и наших бабу галю и деда гришу тоже беспокоит военная активность наших западных соседей это выступал же щавоня наш по телевизору наш лукашенко так слухай и он же скажет я да у нас самого так думала гэта поляки хочу на нас войну и пасть и девчо ута и кажите уже ну кажець гэта знаешь для чого яны каб уже внимание от украины ад россии отвлекать гэта щас поляки вояке халуи кажець халуи гадака сказал халуи гэта казал дикен халуи гадака сказал халуи гад кей ёсну дикен и може хошу дяды до 39 года хранится была халеры ну яны тоже гады поляки падамераканцу падатых нату цу вон танцуюць под них слухаюць ну один йон молодец а йон им сказал хай ну хай папа пробуюць у нас за спиной россия ага 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 сказал обломить обломить роги им а у нас за спиной сказал россия у нас за спиной этот путин а у путин у путина гэта я и может гэта я ядзерное оружие у путина вот и хаяны теперь нас бояться мы их не боимся вот это джиж казау як его писькин гэта ци яки у писькин а вот этот пясков же сказал ну что не будзиць применяцца оружие не а по мне дык хай бужо и по поляках па гэтых и паната уцах и па усих хай чёрт их бяры а то вон морду падняли гэткеш яны разумные в комментариях к видео зрители часто спрашивают зачем у доктора на полке находятся упаковки с ядами отвечаем это средство для борьбы с тараканами особенно эффективны против тех насекомых что узурпировали власть и незаконно и удерживают а это средство для борьбы с молю может использоваться для всех видов моли также и для той что любит сидеть в бункере против моли помогает также чеснок и это неудивительно все вампиры не переносят запаха чеснока а самым эффективным средством борьбе с тараканами по-прежнему остаются тапки просто надо вовремя прихлопнуть надеемся этот момент скоро настанет всего вам наилучшего и пусть нас всех не одолеют не таракан не моли ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео с друзьями до новых встреч слава украине живи беларусь